Любой процесс, связанный с обвинениями в педофилии, по определению громкий. А эта история еще и по сюжету напоминает настоящий детектив. В субботу Тоснинский городской суд приступил к рассмотрению дела Владимира Шуралева. Обвиняемый познакомился со школьницей в интернете. О том, что она несовершеннолетняя, он знал и все-таки предложил ей вступить в интимную связь. За деньги. Девочка рассказала о пикантном предложении своему соседу. Тот помог задержать педофила, а в результате уголовные дела завели на обоих. Подробнее в сюжете Владислава Белякова. Первое заседание по делу Шуралева за закрытыми дверьми. Решение ждет не только подсудимый. В коридоре Дмитрий Мясников и Максим Беляков из Тосной. Именно они задержали обвиняемого в совращении несовершеннолетней. Слушание длится несколько минут. Суд над Шуралевым перенесли изъявки потерпевшей. Таким образом, на свободе он будет находиться как минимум неделю. Впрочем, подсудимый вполне может отделаться условным сроком. Он полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Максимум же, что ему грозит, это три года тюрьмы. Шуралев, пытавшийся совратить ребенка, находится под подпиской о невыезде. Издание суда выходит быстрым шагом. От камеры отворачивается. Владимир, Владимир, вы рассказали, как я. На вопросы по телефону тоже не отвечает. Мне вам нечего сказать, до свидания. В феврале Шуралев познакомился в соцсетях с 14-летней школьницей из Тосна. Предложил 10 тысяч рублей за свидание. Девочка пожаловалась соседу, дяде Диме, сотруднику частного охранного предприятия. Дмитрий Мясников предложил поймать совратителя. На свидание к ребенку Шуралев приехал вечером. Забрал девочку от ее дома. Они в машине совместно катались по улицам города, подыскивая уединенное место для совершения в дальнейшем разрадных действий. Он довольно невысокого роста для мужчины. 165 мест роста у него. Худощавое телосложение, лысоватый. То есть, внешне достаточно непрезентабельный мужчина. Но, тем не менее, вот понравилась ему юная девушка, которая как-то его заинтересовала в сексуальном плане. На московском шоссе машина свернула в лес. За ней последовали Дмитрий Мясников с товарищем. Мужчины вытащили Шуралева из автомобиля. Надели наручники. И на его же джипе доставили в полицию. На следующий день Шуралева отпустили под подписку о невыезде. А Мясникова задержали. Предъявили обвинение в разбое. Вместе с ключами от машины охранник забрал банковскую карту обвиняемого в совращении. Снял с нее 2000 рублей и отдал матери девочке. Дмитрий Мясников лишился работы в частном охранном предприятии. Сейчас устроился водителем маршрутки за 20 тысяч в месяц. Дома жена и трое детей. Кредиты. Ну, а поступки не жалеет. Если мы так делать не будем, так что же это получится? Это может пойти любой изнасиловать ребенка? Я считаю, это неправильно. И я немного по-другому воспитан. Я ему задал вопрос. Говорю, а что бы ты сделал на моем месте, если бы это был бы твой ребенок? Он мне сказал, и я бы, наверное, убил. А я ему ответил, что на тебя даже пальцами не трону. Статью разбойное нападение, по которой обвиняли Дмитрия Мясникова, переквалифицировали в угон. Написано, что я хотел завладеть транспортным средством. Я не хотел им завладеть, я его хотел доставить, чтобы он находился. Чтобы не вышло в такой ситуации. Если случится что-то с автомобилем, получится, что я опять виноват. И мне придется возмещать ущерб Шуравлеву, что если бы там сняли, что-нибудь разбили бы или угнали его. Теперь бывшему охраннику грозит до 12 лет колонии. Обвинения ему предъявят на следующей неделе, в тот день, когда задержанный им человек может узнать, что избежал реального срока за попытку совращения несовершеннолетней. Владислав Веляков, Степень защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...